МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мэр проверил лично. В зданиях сделали ремонт, где-то обновили оборудование, а некоторые школы вовсе построили заново. Александр Вяткин продолжит. Фонтан, цветы и деревянные лебеди – это не лучший двор города. Это территория коррекционной школы-интерната в Калининском районе. С начала учебного года все готово. За лето установили 16 камер видеонаблюдения. Около 5 миллионов рублей потратили на реконструкцию столовой и пищеблока. Очень все переменилось. У нас реконструкция цехов, залов, новое оборудование завезено. Повара довольны. Ну и я в том числе. К первому сентября откроют новую школу в Первомайском районе. В Октябрьском на Ключкомышинском плато. Рядом со старым корпусом 155-й возвели новый. Строить новое четырехэтажное здание начали ровно год назад. Один корпус уже готов, второй сдадут к концу года. Это не типовая школа. Проект разрабатывали индивидуально. 1 сентября сюда придут 800 с лишним детей. Все они будут учиться в одну смену. Из окон уже готового корпуса можно следить за строительством еще одной части здания. Рабочие торопятся. У них всего 4 месяца. Все учебные классы практически готовы. В достраиваемой части будет актовый зал, гардеробы, кабинеты информатики, библиотека, столовый тир. Готовность школ к началу учебного года проверяет мэр. Сегодня объезд, проверка школ, их состояние. Все школы города Новосибирска, 213 школ, получили допуск, разрешение начать учебный процесс. Данная школа, она особенная. Мы приехали сюда специально посмотреть, насколько готовность высока здесь. В 90-й школе необходимо было решить главную проблему – заменить старые окна. Два миллиона сто пятьдесят пять тысяч, пятьдесят процентов поменяли окна. Это и спортивный зал, это и столовая, кабинет информатики, кабинет химии, часть коридоров. Это большая, конечно, помощь. Второе, мы вот сделали крыльцо и поменяли двери уже для людей с ограниченной возможности. Осталось только одно неотложное дело. На помощь пришел целый десант детский. Мы зеленый десант. Мы сажаем всякие деревья. До первого звонка осталось чуть больше недели. В этом году впервые за школьные парты сядут больше 20 тысяч детей. Новый рекорд нового учебного года. Александр Вяткин, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Между тем, родители просят не оставлять маленьких детей без присмотра. Особенно, если окна в квартире открыты. На прошлой неделе спасателям удалось снять с подоконника четырехлетнюю девочку. Родителей дома не было. А в начале августа смертельный случай произошел на улице Татьяны Снежной. Александра Медведенко расскажет, как уберечь своих детей. Жара спала. Экстренные службы вздохнули с облегчением. Новосибирцы закрыли окна. А значит, трагедия, возможно, не повторится. Трапивающий случай произошел не так давно. Но в августе текущего года 54-летний отец оставил без присмотра своего шестилетнего сына. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыл Настюш окно в одной из комнат. Шестилетний мальчик беспрепятственно залез на окно. Ходил по нему. И затем произошло его выпадение. Теперь следствие разбирается. А отцу ребенка грозит реальный срок по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пластиковые окна защищают нас от шума и пыли. А москитная сетка может остановить насекомых, но не ребенка. Защита от падения сомнительная. Сетка, но она не выдерживает на самом деле вес ребенка. И родителям обязательно нужно ставить либо фиксаторы, либо ставить именно окно в режиме проветривания. Но не оставлять ни в коем случае ребенка одного в комнате, когда проветривается окно. Татьяна – мать двоих детей. Своих сыновей без присмотра не оставляет. Ведь к окну мальчишек так и манит. У нас под окном во дворе идет стройка, строят детскую площадку. И дети постоянно лезут в окно посмотреть, потому что трактор ездит, он шумит, им, конечно, нравится. Но им пытаются, естественно, его потрогать руками практически из окна. Все время опасаемся. Даже вот стул у нас стоит, ребенок постоянно лазит. В семье завели строгие правила. Под окном никакой мебели. На подоконнике цветы, чтобы трехлетний Данил не смог залезть на него. Окно открывают только на проветривание. Старшего брата научили следить за младшим. Если он сильно на окно лезет, тогда я его хватаю чуть-чуть, немного хватаю, чтобы он не лез на окно. И зову маму, и пока он идет к нам, я его держу. Кондиционеры, фиксаторы, ручки с замками и узкие подоконники. Все это убережет ребенка от шага, который может стать последним. Но самая лучшая защита – родительский контроль. Александр Медведенко, Даниил Смирнов, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Масштабная очистка ливневой канализации продолжается. Сегодня подрядчики работали на улице Зыряновской. Сейчас коммуникации прочищаются удвоенной силой, чтобы улицы не затопило, как это произошло в Красноярске два дня назад. За работой в спецтехнике наблюдал Александр Потенихин. Метр за метром ливневую канализацию прочищают от мусора и грязи. Сейчас подрядные организации работают на пересечении улиц Зыряновской и Восход. Сеть подземных коммуникаций настолько разветвленная, что коллекторы прочищают с весны до осени. Всего городская система ливневой канализации насчитывает 500 километров. Очистка происходит при помощи каналопромывочных комплексов, которые у нас здесь стоят, гидродинамическим методом. Заходит полость трубы и насадка, и высоким водяным давлением мы вымываем все эти отложения. Для труб диаметром 1000 миллиметров нужна мощная техника. Сейчас на пересечении Зыряновской и Восхода работают сразу шесть каналопромывочных комплексов. Подрядчик вооружен всеми необходимыми инструментами для разрушения засоров, в том числе тяжелых. На сегодняшний день мы проводим комплексную очистку ливневого коллектора в Октябрьском районе. За свою работу мы можем сказать, что к осеннему периоду мы успеваем. В августе месяце мы должны сдать улицу Зыряновскую, улицу Богаткова, Гурьевская. Проблему ливневых коллекторов решают планомерно. В последние годы особенно активно. Обследование показало, местами коммуникации забиты на 60-70%. Сейчас рабочие под сильным давлением 150-200 атмосфер протещают ливневую канализацию. В основном здесь попадаются такие огромные валуны, бутылки и прочие бытовые отходы. После ситуации в Красноярске, когда город почти полностью оказался под водой, работать приходится с удвоенной силой. Особое внимание к коммуникациям на крупных магистралях. Работоспособность большинства участков за последние годы восстановлена. В разных местах будет по-разному. В частности, тот куст, где был коллапс летом прошлого года, это площадь труда энергетиков. Мы достаточно много сил потратили, чтобы привести их в нормативное состояние. Улица Станиславского была почищена, улица Новосибирская, о которой я говорил, Пермская. Ливневая канализация словно кровеносные артерии опутывает весь город. И подобно кровеносной системе организма для города, работоспособность коммуникации жизненно необходима. Тем более сейчас, когда до осенних затяжных дождей остается так мало времени. Александр Потенихин и Денис Савинский. Новосибирские новости. День государственного флага России отмечают сегодня по всей стране. Триколоры вернули исторические статусы в 91-м году. А масштабный день флага впервые отметили всего 10 лет назад. Как праздновали сегодня на площади Ленина, увидела Екатерина Макаркина. Добровольческая донорская акция проходит в Новосибирске уже 44-й раз. За два часа мобильный пункт сдачи крови принимает 50 человек. Некоторые из доноров уже стали постоянными участниками. Прежде всего, это помощь людям, чтобы... Я уже не первый раз сдаюсь, с 14-го года начала студенческую и поддерживаю сейчас. Мою кровь использую. Место и день для акции выбрали не случайно. 22 августа по всей стране отмечают День государственного флага. Волонтеры убеждены, праздник – повод для проявления патриотизма во всех смыслах. Тем более на площади Ленина сегодня в разы больше людей, а значит, больше новосибирцев узнает о донорской акции. Площадь у оперного театра запестрела цветами триколора. Несколько сотен новосибирцев пришли отметить День государственного флага. Потому что мы поддерживаем Российскую Федерацию, потому что мы живем здесь, патриотизм у нас в душе есть. Национальный триколор считается историческим флагом России, хотя его несколько раз сменяли другие. Бело-синий-красный стяг ввел Петр I. Во время царствования Александра II флаг поменяли, вернули при Николае II. При советской власти государственным флагом стал алый стяг. Про триколор вспомнили только после распада Союза. Это молодой праздник, всего с 1991 года, равно как и наше государство в таком составе. Здесь интересно, рисуем аквагрим, проводим время. В Новосибирске празднования концертом не ограничиваются. На интерактивных площадках спектр впечатлений. Здесь и популярный сегодня керлинг для самых маленьких, и возможность умыться жидким азотом для самых рисковых. Впечатления такие, как будто на крещение в мороз окунулся, но почему-то не замерз, вот и все. И почему-то сухой остался. При всей патриотичности в честь этого государственного праздника не объявляют выходной. И для многих новосибирцев день российского флага проходит незаметно. Екатерина Макаркина, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Почетный караул встал сегодня около памятника Борису Богаткову. Старшеклассники одной из школ Октябрьского района даже забыли о летних каникулах. Почти месяц они тренировали строевой шаг и на один день стали часовыми памяти. Анна Гурьянова побывала на открытии вахты. Шаг, другой, поворот. В память о страшной войне и ради мира на земле. Эту вахту памяти посвятили Дню российского флага и окончательной победе советских войск на Курской дуге. А еще в августе 43-го погиб Борис Богатков. Это в первую очередь, наверное, гордость за свою страну. О память о таких великих людях, как Борис Богатков. Патриотизм своей страны. И героям вернись с победой в славный город Новосибирск. Этой песней о любимом городе, подающей надежды поэт Борис Богатков, поднял в атаку своих товарищей. В атаку, которая стала для него последней. И сегодня памятник этому герою войны – еще одно место несения вахты памяти. Почетный караул получил свое название. «Из камня его сапоги». Это тоже строчка из песни о советских солдатах. Ведь из камня его сапоги – это символ памяти, что память должна быть, как камень. Из камня его сапоги. Часовые памяти – миссия почетная. Чтобы заступить на вахту, старшеклассники из второй школы даже выиграли районные соревнования среди двух десятков образовательных учреждений. И не пожалели школьники последних дней летних каникул. Была предложена летняя профильная смена. Путь героя был набран, новый состав. И ребята с удовольствием ходят, каждый день учатся навыкам медицинской помощи, строевой службе. А вахта памяти стала своеобразным завершением этой профильной смены, да и вообще сезона. Теперь почетный караул выставят в следующем году, 23 февраля. Анна Гульянова, Дмитрий Смирнов, Новосибирские новости. Первенство среди студентов по шахматам стартовало. Турнир пройдет в залах научной библиотеки Технического университета. А Новосибирск как место проведения соревнований выбрали не случайно. В городе накоплен большой опыт проведения турниров всероссийского уровня. И сам Новосибирск, и Новосибирская область, они всегда в шахматном мире котировались, всегда славились. Но вот особенно последние годы, здесь определенный рывок, сделан очень приличный шаг вперед в развитии шахмат. Юношеский турнир «Белая ладья», суперфинал чемпионата России. И вот теперь впервые Новосибирск принимает всероссийский турнир по шахматам среди студентов. Его уровень высок, в нем участвуют сильнейшие вузовские команды из 12 регионов России. А среди игроков – мастера и кандидаты в мастера спорта, а также международные гроссмейстеры. Соревнования продлятся неделю, финалисты поборются за звание чемпиона в личном и командном первенстве. Конкуренция достаточно высокая. В принципе, все сильнейшие студенты России практически приехали побороться за этот титул. Он дает право выступать за сборную России. То есть победитель этих соревнований автоматически становится членом сборной России. Новосибирские стрелки привезли две медали с чемпионата России. Надежда Коновалова завоевала золото в личном зачете и серебро в командном. До второго золота не хватило совсем немного. В противостоянии с командой Татарстана новосибирцы поразили лишь на одну мишень меньше. Теперь Надежда в составе сборной России выступит на чемпионате мира, который начнется на следующей неделе в Подмосковье. Стрельба – вид спорта полезный. Развивает глазомер и быстроту реакции. И безопасный, если соблюдать все правила. Единственные, кто страдает – это вот такие тарелочки. За неделю тренировок профессиональный спортсмен разбивает до 500 таких рыжих кружочков. Расходный материал в стендовой стрельбе не только тарелочки, но и патроны, заряженные дробью. У профессионалов их уходит чуть больше, чем летающих мишеней. А вот ружье – это главный инструмент стендовика. За ним внимательно следят. Вот это у меня ружье уже 5 лет, 5-й год получается. Вот из предыдущего моего ружья я стреляла практически 9 лет. Надежда выступает в дисциплине скид. Здесь спортсмен должен поразить мишени из 8 точек. 7 расположены полукругом, а 8-я – самая сложная в центре. Тарелочки вылетают со скоростью 35 метров в секунду. На прошлой неделе Надежда вернулась в Новосибирск с Кубка России с золотом. Победа добывалась с борьбой. Соревнования, я считаю, прошли очень хорошо. Несмотря на то, что у меня в квалификации был не очень высокий результат, в финале я показала достаточно хороший. 52,60, поэтому довольна результатом. За победу Надежда боролась с представительницей Татарстана. И если в личном зачете наша спортсменка смогла победить, то в командных соревнованиях, где вместе с Надеждой Новосибирск представлял Михаил Довголь, татарская команда взяла реванш. Для того, чтобы выявить победителя, 100 выстрелов не хватило. Равное количество пораженных мишеней. После этого мы продолжали перестреливаться за золото. Ну, чуть-чуть, я считаю, что не хватило фарта. В итоге новосибирцы стали вторыми. В прошлый раз наша команда была третьей, так что в следующей, шутят спортсмены, золото непременно завоюют. А сегодня Надежда летит в Подмосковье, где в составе сборной России будет бороться за золото на чемпионате мира. Михаил Якимов, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info можно узнать о том, как ТОСы готовятся отпраздновать День соседей. На этом все. До завтра.